Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. В сентябре-котябре белорусы почувствуют значительное снижение цен на лекарства в аптеках. К 2025 году Беларусь планирует выйти на стопроцентное возмещение населением затрат на все коммунальные услуги. О самых интересных бизнес-проектах, реализуемых в технопарке, наше специальное интервью с разработчиком. У нас, наверное, половина наших резидентов, это как раз таки является плодами стартапов. 28 сентября пройдет аукцион по продаже неиспользуемого госимущества, расположенного в Гомеле и в различных районах области. А теперь об этом и не только. Подробнее. В сентябре-октябре белорусы почувствуют значительное снижение цен на лекарства в аптеках. Об этом заявил министр здравоохранения Валерий Малашко. Глава Минздрава рассказал об итогах визита правительства в Индию. Он подчеркнул, что белорусская страна заключила с индийскими производителями договоры на трансфер медицинских технологий и поставку субстанций для наших фармацевтических предприятий. Вводя индийского производителя на белорусский рынок, мы в разы снижаем стоимость оригинальных лекарственных препаратов, которые поставляют в частности европейские компании, заявил Малашко. По его словам, снижение цен на лекарства в аптеках будет идти постепенно, но оно будет значительным и существенным. Валерий Малашко также заверил, что в ближайшие месяцы, когда пойдет волна заболеваний и в государственных и в частных аптеках, будут в наличии все необходимые препараты. Продолжаем выпуск. Уровень возмещения населением затрат на электрическую энергию в январе-июле составил почти 80%. Об этом сообщили в Белэнерго. Напомню, к 1 января 2018 года в Беларуси планируется выйти на стопроцентную оплату электроэнергии. В Белэнерго также рассказали, что население возмещает около 20% затрат на тепловую энергию. Напомню, с 1 сентября для беларусов выросли цены на природный и жиженый газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию. Таким образом, за коммунальные услуги потребители стали платить на 8% больше. Ранее заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вижновец заявил, что с учетом двух индексаций 1 сентября и 1 декабря и запланированного с 1 января будущего года повышения платы за ЖКУ в пределах 5 долларов в эквиваленте, беларусы будут оплачивать коммуналку на 100% за исключением расходов на тепловую энергию. По его словам, с учетом тарифов на теплоэнергию, уровень возмещения населением на 100% достигнуть можно будет только в 2025 году. К слову, из-за того, что в ближайшие годы правительство намерено выйти на полное возмещение населением затрат на оказание услуг ЖКХ, произойдет существенное повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Пока же в Беларуси не планируют повышать эту планку, о чем сообщил заместитель министра транспорта и коммуникации Алексей Лихнович. Напомню, стоимость проезда в городском и пригородном транспорте в Беларуси поднимали в декабре прошлого года. Идем дальше. В последнее время Беларусь признана флагманом в развитии IT-технологий. В стране продолжают появляться новые технопарки. Кстати, в Гомеле наряду с существующим построят еще один. Он будет располагать большими производственными площадями. Тогда появится возможность воплощать бизнес-проекты в производственной сфере. Вообще же, цель создания технопарков – поддержка инновационного предпринимательства. Среди резидентов – представители 14 стран мира. Более 90% экспорта технопарка – это услуги. О наиболее интересных на сегодняшний день проектах рассказал директор Гомельского технопарка Дмитрий Морозов. Есть ряд проектов, связанных с медицинской тематикой. Мы уже упоминали нашу компанию IT-саппорт. Я считаю, это уникальный проект. Вообще, даже не для Гомельщины, а на мировом уровне. Это разработка устройств, которые используются в сочетании с мобильным предложением и выполняют функцию глюкометра. Это устройство для анализа уровня содержания сахара в крови. Вот их разработка, она является сегодня уникальной. Один из наших резидентов разработал и сопровождает программный продукт для Национальной баскетбольной ассоциации США. Там, где с помощью их программного обеспечения тренера или собственники клубов следят за статистикой игроков. То есть датчики монтируются в кроссовке, в руки игрока, в кольцо и уже анализируется процент попаданий, с какого именно места. Это помогает более правильно подобрать команду, расслабить, учитывая самые сильные и слабые стороны игрока. Вот это пишется в Гомеле. Один из резидентов технопарка разработал и сопровождает программный продукт для Национальной баскетбольной ассоциации США. С помощью их программного обеспечения тренеры и собственники клубов следят за статистикой игроков. Датчики монтируются в кроссовке, мяч, баскетбольное кольцо. С их помощью можно отслеживать процент попаданий. Это, в свою очередь, помогает правильно подобрать и расставить команду, а также учитывать сильные и слабые стороны игрока. Наша съемочная бригада встретилась с руководителем этого стартапа и узнала подробнее о реализации разработки на американском рынке. Основной идеей этого стартапа является, опять же, то есть они делают инсталляцию на корт, устанавливают специальные датчики на корт, устанавливают датчики на кроссовок игрока, на мяч, на руку. Эти датчики, они очень маленькие, они легкие, то есть их практически игрок не чувствует. Наше решение, оно помогает им в тренировках, то есть каждый игрок может видеть свою статистику и в реальном времени, и сохраненную, то есть историю, и как-то реагировать на нее, усиливать тренировку, либо расслабляться. Что касается конкуренции на международном рынке IT-услуг, то, по словам Игоря Николаева, она очень серьезная. Хотя пока эта сфера расширяется и набирает обороты, места хватит всем. Конкуренции достаточно много, но мы себя зарекомендовали как очень надежный и качественный поставщик услуг. Естественно, также мы следим за ценовой политикой. И сейчас, я бы назвал это время бумом, то есть идет IT-бум, и все компьютеризируется. Поэтому сейчас, на данный момент, заказов хватит на всех, в принципе. То есть заказов много, был бы хороший разработчик. Поэтому, ну, конкуренция, она действительно есть, и очень ощущается она со стороны Украины, с Индии, с России. В пору, когда белорусы наиболее активно заготавливают грибы, не лишним будет напомнить о правилах тихой охоты и ответственности, если ими пренебрегать. Так, за сбор или заготовку грибов на территории, где это запрещено, либо только с разрешительным документом, которого не окажется, предусмотрены штрафы. Для физлица до 20 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей до 100, для юрлица до 500. К примеру, тот, кто попадется первый раз, может отделаться предупреждением или минимальным штрафом. За нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов, физлицо может получить предупреждение или штраф до 20 базовых величин. ИП до 100, и юрлицо до 500. И последняя новость выпуска. 28 сентября пройдет аукцион по продаже неиспользуемого госимущества, расположенного в Жлобинском, Лоевском, Будокошелевском, Шилевском, Октябрьском, Калинковичском, Житковичском, Гомельском районах и в Гомеле. Всего на торги выставят 13 объектов. В числе самых недорогих лотов здание музыкальной школы в деревне Убаро Клоевского района. Начальная цена чуть более 6,5 тысяч рублей. Здание образовательного учреждения начальной школы выставлено на торги и в деревне Доброгоща Жлобинского района. Стартовая цена около 27,5 тысяч рублей. Самый дорогой лот – здание бывшего центра социальной адаптации, расположенное в Гомеле по улице Спортивной. Начальная цена – более 70 тысяч рублей. Подробную информацию можно узнать по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова